Здравствуйте, сегодня 14 мая, да, вторник сегодня, я решила немножко погулять, на улице было бы жарко, но такой неприятный, такой ветер, и вот видимо вот так жарко, и ветром у меня дует, и у меня сегодня просто туда не проходит, и все, ни в какую, то ли по новой снова, я начинаю болеть, не знаю, не пойму. Вот так гуляет сегодня народ, сегодня будут не делать, так что много народу не будет. Снимаю для тех, кто просит, чтобы я снимала, не тоскуют по этим, ностальгируют по этим местам, море сегодня спокойное, такое синее. Я решила сама сходить на шопинг, сейчас сама без, я не могу ни с кем ходить, понимаете, я ни с кем, мне надо спокойно самой все посмотреть, сосредоточить, потом я каждый день это могу делать, я никуда не тороплюсь. Сейчас я тут вам поснимаю море, а потом пойду на Санкт-Петербург, посмотрю, что там предлагают, ну люди там не разрешают, не разрешают, ну не разрешают снимать, вот только вот достаешь камеру, и они сразу орать начинают. Ну и что даже если я открытую камеру на себя нацеплю? Знаете, чтобы снимать, я даже, смотрите, смотрю в окошечко, и я вижу, что там я снимаю, и поэтому я могу контролировать. То есть, вот могу вам показать тут, что, что такое. Вот, а если ее вот просто на себя нацепишь в эту камеру, то во-первых, она скакать будет под движение моих ног, пусть она скакать будет. Тут-то я хоть рукой держу, стараюсь это, чтобы ее крепко держу. А тут она будет, во-первых, скакать, и во-вторых, как видите, вот когда не следишь за камерой, то думаешь, что ты снимаешь вещи, а на самом деле ты снимаешь потолок. Блин, капец. Еще все время боишься, что тебя вычислят. Блин, забежала мимо своего банка. Разбежалась, блин. Банка проскочила. Что это он там делает? Так много французов. Я, знаете, так люблю пристроиться сзади к группе французов. И слушать, что они говорят. Ну, как практика маленькая французского языка. Ну, что в основном они говорят, куда пойдем ездить, да там и там поели, да в какой ресторан пойдем, да море красивое. Особо много ничего не говорят. Ну, по крайней мере, то, что я понимаю. Так, сейчас пойдем. Прежде чем на шопинг-то идти, наш денежку снять. Которой у меня нет. Как мне некоторые пишут, ничего у тебя нету. Обломайтесь. Ну, вот, денежку я взяла. В центр туда пойду, на Сан-Пере. Что-то надо, может, что-то полегче купить. Ну, что-то посмотреть, может, брючки какие-нибудь белые. Не знаю, что они там предлагают. В общем, мне здесь очень, люди, очень сложно мне здесь покупать одежду. У меня очень сильно ноги и руки длинные. Я очень большая для испанской одежды. Плечи у меня широкие. Так что, я уже что-то думаю, что надо, на самом деле, уже переходить на интернет. И с интернета заказывать. Потому что мне там понравилось. Мне понравилось, знаете, что понравилось? Что там рост и вот этот объем всего есть. Это вот, ну, как бы, все это забиваешь. И тебе точно дают, ну, размер этой вещи, которую ты можешь купить. Вот. Большая я очень для Испании. Они, видите, какие маленькие. Вот. Что мужики, что женщины. Маленькие, толстенькие. Вот. Побольше размера берешь, он болтается и все равно коротко. Вот. Юбку вообще здесь купить не могу. Юбка. Ну, она для них-то, наверное, нормальная. А я на себя меряю. Она мне чуть-чуть поискрывает. Это вообще капец. К этому тут в центр пришли. Тут, кто был. А, вот тут тоже есть детская одежда. Но, правда, здесь уже для больших, для маленьких нет. Ухачки. Ухачки. Цены тут какие. Ну, тут демократичные до 20 евро. Видите, 19. Ну, 20 евро в основном цены. Ну, в таких магазинах недорого. Ну, вообще я считаю, что зачем это такие бешеные деньги за шпатью отдавать, когда ты можешь купить, сезон поносить и выкинуть. И зато в следующий раз можно сходить еще себе что-нибудь купить. Чем это купить дорогущее и потом это сидеть с этими вещами. И еще у меня столько вещей. Ну, вот я сейчас доставал все эти вещи летние, постирал их. Они все прекрасно сохранились. Выкидывать их жалко. И вот, не знаю. У меня, кстати, там и есть фирменные, ну, в смысле от марки. Есть просто обыкновенные. Никакого отличия я в качестве не вижу вообще никакого. У меня вот даже вот платье от Эда Сегуа хуже выглядит, чем платье, которое я купила вот там, в турецком магазине. Гораздо хуже. Вот так. Так, мы пришли сюда теперь. Так, и вот сейчас начнется. Сейчас начнется улица Сан-Паре. Здесь как раз улица, где продаются вещи от марки. Ну, в каждом Побле есть такие улицы. Кстати, в Калее там просто безумно огромная улица. Если вы хотите на шопинг, лучше выбрать Калею. А, например, круглый год там шопинг. И там гораздо больше магазинов, вот этих от марки. И цены там не демократичные очень. Вот тут есть банк. Можно денежки было тоже снять. Так. А, мне же средства от насморка надо. Нет, я тут не буду покупать. Тут в центре оно дороже будет. Там у себя куплю. Ну, вот такая вот я. Зачем я буду дорого покупать, когда я знаю, где весь жевле. Так уж жизнь меня научила. Так. Ну, ладно, я сейчас вот так пройдусь. А потом уже спокойно. Нет, в Манго я даже не пойду, потому что там это для худых кто-то. Я, знаете, и ни в Страдивариус не хожу, ни в Манго. На меня там ничего не налезет. Я даже не пытаюсь. Не налезет то, что я хочу, в смысле. Есть, конечно, там какие-то вещи, но они мне не нравятся. Ну, ладно. Покажем вам красивую такую литрину. Вот. Это сток. Ну, вот в стоке я тогда покупала вещи. В стоке есть. Есть размеры на меня. И там демократичные тоже такие цены все. По 24, по 9 евро, видите, там по 19. Вот там, кстати, да. Вот там, ну, на такую тетю большую можно что-то купить. В смысле высокую. А здесь нет. И здесь это. Только на ход их все. В общем, я тут зашла в сток. Вот видите, там магазин. В сток. В общем, снимать лично нельзя. Вот смотрите, я такие штанки. Ну, не знаю, по бедрам померила, вроде ничего. Ну, попытаюсь с них влезть. Это, не знаю, влезу, не влезу. Ну, такие все цены нормальные. Видите, это 20 евро. Да, это сколько-то. По-моему, сток. Сток. Ну, это вот такие фирменные дела даже. Видите, 11 евро. Это фирменные вещи, но они уже как бы, ну, сток и управляют уже на распродаж. Вот так красиво. Конечно, выглядит все красиво, но не знаю, как будет на мне. Показать не смогу, потому что здесь зеркало, что мне придется выходить. А если я выйду, то у меня все это поймают то, что я снимаю. У меня, конечно, влезло, но не знаю, вроде ничего. Не выглядит, что она мне мала. Ну, это самый большой размер. Больше. Больше нет. Не знаю. Жирные, наверное. Что-то как-то ужасно. Не, все ужасно люди. Нет. Конечно, они легкие, штанки, но нет. Я в таком ни за что не выйду. Может, вот эти получше будут. Потому что всем все вывезло наружу. Ну, в общем, я ничего это не буду покупать. Потому что, вы знаете, в Лидли придешь, если 48 размер, ты меряешь, нормально все на тебе, нормально сидит 48 размер. Я не знаю, кому это, какой это 48 размер. В эти штаны я даже не влезла. Вот в этом месте даже не влезла. Ты представляете, вот в этом месте даже нет. Я не понимаю, какой это 48 размер может быть. Я не знаю. Вот в этом я не люблю ходить по магазину. Я не вижу. Красиво, да, сочетание красивое, модное. Но это на животе все. Если бы она чуть-чуть побольше была, она бы красивее смотрела с мамой. Не усканят. Я в таком все равно не выйду. Ну, ладно, я пошла. Еще один есть в магазин. Там вроде бы побольше вещей. Ой, мы тогда с Илья сам сюда шли, и он почему-то был закрыт, а то мы позиняем лично. Хотели спросить, как отправлять деньги в Россию. Подешевле. В общем, когда хотят, тогда работают, получается. Мы туда пришли, было пол первого, и будний день, и почему они не работали, не знаю. Так. Хочу везде парикмахерские на каждом шагу. Сходила тут в этот магазин. Вот он. Нормально, мне нравится, но там все джинсы длинные почему-то. Нету ничего короткого. Они как-то не поспевают за сезоном. Зачем сейчас уже надо такие коротенькие. Вот так теперь у нас выглядит пусто без этого. Без коруселя теперь так не ощутить. Кстати, представляете, вот, как вот меня все время Бог, что ли, толкает. Вот я сегодня не хотела никуда идти, и вдруг вот такая думаю, ой, надо пойти все равно. Пойти, и представляете, и пошла, и встретила эту тетеньку, которая ему была Ария, ну, агентство недвижимости. Я ничего у нее сама не спрашивала вообще. Она сразу такая говорит, ой, у меня, говорит, это, тут один дом есть и одна квартира. Ты, говорит, можешь поснимать и выложить на своем канале. Я говорю, конечно, могу. Говорю, звоните. Я говорю, что угодно могу. Все, поснимай, что вам надо. И она мне такая спрашивает, а сколько ты за это берешь? Я говорю, сколько заплатите, столько. Как вы скажете. Ну, что, начнешь тут загибать. И это... Ну, она в прошлый раз тоже спрашивала, я сказала, что мне в отеле, отель тогда рекламировала, мне 100 евро заплатили. Ну, я когда ей сказала, что 100 евро, она сказала, ой, нормально тебе, нормально. Ну, ладно. Сейчас я ей сказала, ну, сколько заплатить. Ну, наверное, может, я ей неправильно сказала, не знаю. Вот, вот, вот. Так, сейчас я пойду к стасьону, к станции автобусных. Там есть магазинчик, мне нравится. А все время есть эти вещи с аферты, со скидками огромными. Пойду там поищу. Что-нибудь. Если я ничего не найду, то через интернет точно закажу. Попрошу, чтобы мне сын помог. Потому что я никогда не заказывала, не знаю как. Если он мне поможет. Может, он мне еще и поможет камеру эту. Эту камеру может поможет мне купить. Сказал, на Алиэкспресс можно очень дешево купить. Вот это, смотрите, вот магазин. Вот он. Около станции находится вот. Драптс, как это называется. Люди вот здесь на высоких. И 48 размер есть. Я здесь очень много раз, очень много здесь вещей покупала. Ну, вот так вот вам так. Видите, уже штанки я вижу. Но мне надо короткие. Мне надо тоже демократичные цены. Это 20 евро, там 25. Вот. Видите, на высоких можно. 48 размеры бывают. Так что... Я вот так хожу, ничего я никуда не тороплюсь, не изучаю. Я не кидаюсь, не. Похожу. Я как бы, знаете, покупаю то, что мне на самом деле понравится. А то у меня так много вещей вот висит в шкафу, которые я не знаю зачем купила и которые вообще так и болтаются в шкафу. То есть, может, вот такие штанки попробовать. Не знаю, как они будут на мне сидеть. Раньше, видите, раньше-то все на мне красиво сидела, а сейчас-то уже все, пипец. Желтой никакой распродажи нет. В общем, тут такие вот. Что-то я сомневаюсь. Вот это вот. Мне нравится, что здесь высокие места. Вот это место высокое. То, что у меня короткое нельзя. Видите. Да. В общем, надо прекратить уже жрать. Надо уже к бассейну все идти. В бассейн все в холодную. Хватит. А то ничего не лезет. Вот знаете, они бы застегнулись на мне. Но проблема, что они вот в этом месте не налазят. То есть, смотрите. Тут они не налазят. Подожди, все подтянешь. В общем, я их не могу натянуть у себя. Это называется самый большой размер вообще. Ну, вот что делать. Только вред ли покупать. Все или через интернет. Нет. Поэтому я не люблю ходить здесь в испанский магазин. Вообще ненавижу. Вот смотрите. Я эти джинсы купила на рынке. Они стоили 12 евро. А эти 30 стоят. Смотрите, все нормально. Все. Нормально сшито. Нормально на 48 размер. Я не понимаю, почему. Блин. Я не понимаю, почему вот эти вот марочные одежды. Все время так нашитые. Ну, как в такое можно залезть, я не понимаю. Ну, в общем, все. Наплевать на эту дурацкую затею. Лучше я или в Лидл схожу, или на рынок схожу. На хрен это. Я только злиться и расстраиваться начинаю. В общем, вся у нас эта индустрия моды работает только на худых. А тете неких таких уже, которым 50 лет. И ему уже невозможно похудеть. Одевайся хоть бы что хочешь. Ладно. Пойду. Надо мне в аптеку купить посредство от насмерка. Средство от насмерка купила сейчас. И что-нибудь поесть. Как всегда. Курине надо что-то поесть купить. А теперь кошек-то две. Так это еще Муся такая проглотина. Она все в своей чашке съест. Побежит и все у Васи съест. А Вася сидит в том шары на лоб. Я говорю, вот так. Все теперь кончилось. У тебя хорошая жизнь, Вася. У кота моего. Взяли мы маленькую кошечку она. У себя все съест. И у него съест. Сейчас еще пойду. Надо побольше корма купить. Вот она тут аптека. Куплю от насмерка что-нибудь. Где-то у нас китайский магазин еще один. Пойду-ка я там поглазею еще что-нибудь. Мне еще надо переходник для флешки купить. Или я сказала какая разница в китайском. То же самое. В общем пойду посмотрю. Может тут какие-то джинсы. Мне просто короткие, длинные не надо. А вон смотрите клеш. Вон клеш. Кстати, в китайских магазинах здесь хорошие вещи продаются. И здесь они тоже в размер в размер бывают. Ну нормальные. Это просто предубеждение какое-то у нас тут. В китайских магазинах. Ну испанцы очень хорошо здесь одеваются. У нас смотрите какие-то штучки. ФБшки тоже есть. Легкая что-то мне. Штанки легкие я хочу. Ну вот мне тут как магнитом притянуло. Все для кошаков. Смотрите, сколько я купила. Для носа какое купила. Так сразу дышать легко стало. 5 евро стоит. Вот такие клеточки. Вот там туалет конечно продается. Мне так отсюда тащить неохота в коробку. Потому что мне надо еще в магазин зайти. Там купить еду. Так неохота в коробку тащиться с этой. Вот такие тут. Видите? На маленьких. На маленьких. Она такая хитрющая эта Муся. Значит, когда я сижу, она быстренько на меня залезет спать. Как я встану, она быстренько к Васе перебежит и на Васю залезет на нем сидит. Ну, чтобы ей тепло было. Так, вот она. Тут скрылось вот так, чтобы мне не видно было. А вон тут камера есть. Смотрю, тут переходники. Ничего найти не могу. Все, уже глаза вывернула. Ничего найти не могу. Надо Илья спросить, ничего я не понимаю. Какой из них тут переходник. Там он, как у меня на картинке показывал, и тут такого вообще нет. Видите, тут всякие гвоздики есть, все что угодно есть. Илья, тут переходник. В общем, у меня компьютер флешку не видит. Илья сказал, купи переходник. Что, купили вам еды? Вот набрала. Клорель теперь называется. Ой, что-то мне тут на 20 евро какую-то скидку дали. Потому что сидит, наверное, мое место заня. Так, это что еще тут какую-то скидку дали. В общем, а где чек-то? Я ничего не могу понять. В общем, было 11 евро было. Это купон на 20 евро. Так, где сам чек-то? Так, где сам чек-то? Ну, в общем, было 11 евро. Вот это Васин корм. Я покупаю стерилизатор, но чтобы он не толстел. Он даже вон какой-то толстый. А это я мелкой купила. Вот мелкой такой. Она у нас это... Как это говорится? Как бабушка-то говорила? Не мечет, не шьет, так порет, да? Бабушка так говорила. Она у нас не шьет, так порет. Вот что. Размотала мне все клубки тут. Смотрите, пока я была на работе. Она все клубки мне размотала. Так, что-то я вообще ничего не поняла. Что за чек такой? Или на 5,50, что ли, я купила? Я ничего не поняла. Время на 11, сказала. Все, пошлите кормить Вас надо. Кормить. Смотрите, celebrity. Угу. Шит! Время на 11... Аббалтик! Время на 11... Время на 11... Смотрите, это что-то... Топ-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я не хочу, чтобы мой мам.